Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Ролик сегодня веселый. Посмотрите, что случилось. Как вы видите, посадка планера без шасси. Как это произошло? Целый ряд факторов. Ролик будет учебным, чтобы вы не повторяли мои ошибки и приземлялись всегда с выпущенными шасси. Я же догоняю уверенно своего учителя Клауса Ольмана, потому что у него 4 посадки без шасси на 30 тысяч часов полета. А у меня 3 посадки на 9 тысяч часов полета. Это третье. Как можно такую глупость сделать и приземлиться без шасси, спросите вы. Друзья, всегда это ряд факторов. В данном случае фактор у Максима крайний вылет, то есть он завтра уже не летает. Летал он сегодня хорошо. Я по своей душевной доброте сказал, ну давай делай теперь что хочешь. С третьего к четвертому была неправильная скорость, неправильная точка, неправильная, слишком ранний доворот на ось полосы, заход вообще наискосок получился. Еще одна ошибка, еще одна, вот эта череда ошибок и взаимное непонимание, наверное. Оно привело к тому, что мы зашли на аэродром наискосок. Дальше я все это исправил, подвел, на ось вышел. И в этот момент я услышал зуммер. Я выпускаю воздушные тормоза. Слушайте, зуммер. Зуммер сообщает о том, что шасси не выпущено. Интерцепторы выпущены, а шасси нет. А высота уже была там порядка метра. И вот тут, друзья, я опять столкнулся со своим стойким желанием выпустить шасси. Я понимаю, что вот оно у меня уже выравнивано, сделано. Я лечу на метре высоты. Я понимаю, откуда этот зуммер. Я уже все понял. Еще земли нету, еще касания нету. Но я понимаю, я лечу без шасси. И я не стал выпускать шасси по той причине, что любое движение вот этой ручкой может повредить вот этому подводу к земле плавному. И есть много людей, которые приземлялись без шасси. Им сказали, что шасси нет. Они попытались эти шасси выпустить. И в этот момент получали травму позвоночника из-за сильного удара об землю. Мы сели крайне мягенько. Как вы видите, вот такая дорожечка уходит. Вот там было касание. Изначально уже подвернул планер, чтобы не выехать на асфальт. В целом ситуация достаточно позитивная. Сейчас поддомкратим, поднимем. Все будет хорошо. Выкатили с прицепа штатную тележку с домкратом. Сейчас поддомкрачиваем носовую часть планера. Потом мы подведем вот сюда куда-нибудь что-нибудь, какую-нибудь опору. Опустим домкрат, продвинем немножечко тележечку. Опустим домкрат, продвинем тележечку. И будем двигать так, пока не поднимем планер на какую-то высоту и не сможем выпустить шасси. В каждой приличной машине должно быть немножко дерева. Это я выцарапывал из своего верного Т4. И могу вполне себе под фюзеляж теперь подсунуть деревяшечку. Фюзеляж у нас крепкий, но, наверное, надо нагрузочку распределить чем-нибудь мягеньким. Так, хорошо. Ну, а что-то хрустит. Будем надеяться, что на фюзеляж. Так, опустили тележку. Теперь мы можем немножечко продвинуть. Оп, можем подвинуть или нет? Можем. Бросай камеру. Я сейчас сдаю задом. А ваша задача в тележку попытаться продвинуть назад. Три, четыре. Оп. И три, четыре. Пёрлась. Ну, по чуть-чуть. Ну, из радостных новостей, как я и говорил, всё-таки какое-то количество грунта, видите, попало. Но, в целом, вот, створки шасси целые. И я могу даже пощупать сам фюзеляж. Вот. Всё, что по нему ехало. Всё чистенькое. Даже, можно сказать, даже царапин, как таковых, не вижу. Удивительное дело, как так получилось. Пока не понимаю, как. Подкралась незаметно проблема. Как вы видите, нам нужно передвинуть нашу тележку, вот эту домкратную, через колесо. А здесь достаточно большая высота. И мы решили подкладывать вот сюда понемножку материал. И поднимать, поднимать, пока у нас не возникнет должное количество по высоте, чтобы продвинуть тележку дальше. Ну, по-другому не получается. Нам удалось всё поднять достаточно высоко, чтобы перекатить вот эту тележку через носовое колесо. Закатили уже тележку штатно. Три-четыре. И раз. И два. Готов? Чуть-чуть. Вот она. Макс. Сейчас ты будешь копать. А ямку под пладером выкопали вот этой замечательной лопатой, которую подарил мне папа. Эта лопатя, ну, очень-очень-очень много лет. Она во всяких авантюрах со мной всегда в автобусе. Я её выкапывал уже и машину, и там, чего только я не делал. Огонь. Крепкая, надёжная, хорошая лопата. Это очень важно. Папа, спасибо огромное. Чёрт. Друзья, сам торжественный момент выпуска шасси. Так и остался не заснять камеру и выключил. О, вот оно вышло. Яму Макс выкопал хорошую. И мы сейчас будем выталкивать. Ну, я уже, знаете, не буду снова домкратить и убирать, чтобы вам показать, как шасси выходит. Потому что я хочу ещё полетать. Мы ещё успеем. И-ёть! И-ёть! Ура! Закапывается яма. Только ты хорошо закопай, чтобы мы в неё потом на посадки не въехали. И оцениваем последствия. Итак, смотрим. Удивительно, но... Ну, вот здесь вот чуть-чуть бочком пошло. Здесь немножечко на краске чуть-чуть царапин. Но в целом, вот повреждённый гель-ковод, но это даже было до. Всё, всё прекрасно. Всё ровненько. Без всякого удара. Я вообще сам в шоке, друзья. Что это нам стоило по времени? Ну, где-то 40 минут. Планером я бесконечно доволен. То есть, последствия от приземления минимальные совершенно. Пробьёмся по следу. Вот я ехал, получается. Я быстро остановился. Хорошо, что нет камушков. Свежая травка. Де-факто точка какая-то касания. Условное. После которой, видите, след идёт с небольшим доворотом в сторону. Потому что я инстинктивно пытался подальше от полосы держаться. Всё хорошо, что хорошо кончается. Вы снова летать. Первый полёт после подъёма планера, который сел без шасси. Пробуем. Итак, друзья, как всё было. Макс летал очень хорошо. Вот склоны, на которых набирал высоту, парил. В общем, красавчик по полной программе. Сделал великолепный полёт. Я был очень им доволен. Я сказал, Макс, давай с тобой скрутим петлю. Давайте я покажу петлю. Он говорит, да, давай. Можно, пожалуйста. Я разогнался до 200 километров в час, как сейчас. И сделал ему петельку. Подарочную. Бой человек действительно очень, так сказать, хорошо себя вёл. Вот. И на радостях Макс спросил, а могу ли я зайти на посадку. Я посадке обучаю, как бы. Ну, вот это на плане маршрутного класса. Тренировать коробочку, ну, как бы это не нужно. Но погода хорошая. Я говорю, конечно, можно. И вот примерно в такой позиции, как сейчас, я отдаю управление. Ну, только сейчас не Максу, а Жене. Жень, возьмешь управление? Да. Иди пока по прямой. Отдай, даю управление. Мы начинаем обсуждать заход на посадку. Что там, какой ветер, куда чего, для ля-то поля. И за это время обычно вот здесь я как раз делаю что? Я выкидываю шасси. Вот так. Оп, выкинул. Но в тот момент этого сделано не было. Поворачивай направо, 45 градусов. Дальше Макс ходит в круг. Я говорю, что ты сам, все, весь круг твой, давай. Он начинает немножко волноваться. И не держит скорость. Скорость на заходе у нас должна была быть 105 плюс скорость ветра. Был штиль, можно было на 105 заходить. Но так как у нас турбулентность на заходе, вот там височек, я ему порекомендовал держать 110. И мы спокойненько заходим на посадку. И Макс идет зачем-то слишком избыточно вот в эту гору. И я ему объясняю, что, наверное, в гору не нужно так лететь. И он дальше поворачивает как нужно. Здесь мы делаем радиодоклад. И Макс начинает делать посадку, разворот вот прямо здесь, четвертый. То есть, видите, очень коротко. То есть, де-факто он не помещается в эту, ну, совсем. То есть, и высоко, и близко к полосе. То есть, это полная ошибка. Я беру управление и говорю, что надо бы все-таки пройти подальше. Показываю ему крылом рекомендованную точку четвертого разворота. Кстати, какой хороший поток здесь стоит. Вот она где-то в районе вот этого лесочка и домика. Это тысяча метров, ну, 800 метров от точки четвертого. А это карьер. Почему четвертый на карьере? Да потому что от карьера до точки касания потенциальной у нас получается где-то 800 метров, 1000 метров. То есть, достаточно длинная финишная глиссада. И это очень удобно. А дальше идет следующая череда ошибок, что показав ему этот круг и передав управление, Макс первым делом теряет скорость. Мы обсуждаем эту скорость, подходим к штатному третьему развороту. И я фактически пропускаю вот этот момент, связанный с выпуском шасси, проверкой шасси. То есть, первый раз я забыл про шасси на заходе в круг, потому что меня там отвлекло. Опять же, отвлекла скорость низкая на заходе. А второе я пропускаю опять же от второго к третьему. Доклад сделал, а шасси я забыл проверить. У меня есть защита. Смотрите, друзья, что сейчас будет. Я выпускаю воздушные тормоза. Слушайте, зуммер. Зуммер сообщает о том, что шасси не выпущено. Потому что если я выпущу шасси, и теперь зуммер показывает, что шасси все в порядке, можно летать. Дальше Макс должен был выйти на карьер. Но вместо этого он где-то посередине от второго к третьему зачем-то делает доворот и летит наискосок. Сейчас вам покажу, как он летел на полосу. Чуть раньше был выполнен третий. И фактически не долетев до карьера, Максим поворачивает нос вот так вот. Я говорю, ты же на ось полосы не вышел. Ты даже до четвертого не долетел. И здесь мы начинаем обсуждать эту проблему. Обсуждаем, обсуждаем. Я говорю, выходи на ось полосы. Он доворачивает влево, потом доворачивает вправо. И все равно остается где-то вот в этом положении. То есть все равно идти наискосок. Меня это возмущает и возбуждает до глубины души моей. Настолько возбуждает и восхищает, что я забываю про зумер. Потому что тормоза-то мы выпустили. И звук зумера потонул у меня в... О, птички. Класс. Вот как раз взяли мои... Какие-то летучие мыши. Мыши, да? Взяли как раз над торцом полосы поток. Я говорю, вот эта ошибка, эта ошибка. Мы дальше... Продолжаю заход уже сам. Показываю, что вот нужно так на ось полосы выйти. То есть наискосок прохожу немножко прямо. Выхожу на ось полосы четко. Объясняю, зачем это нужно. Потому что не только такие широкие аэродромы бывают. А иногда нужно действительно четко ось поймать, чтобы там на какой-нибудь аэродром точно приземлиться. Вон вертолет на что-нибудь затерев. После чего на высоте порядка уже делаю выравнивание и лечу параллельно планете, как я люблю. И в этот момент я понимаю, что жужжит. Думаю, что тут странно жужжит. И я слышу этот зумер. Я понимаю, что случилось, друзья. Я понимаю, что я без шасси. Выпустить шасси? Я даже могу за ручку держаться при этом. Шасси на трубе убрано. Выпустить шасси одно движение. Вот. Все. Все. Шасси вышло и оно на замочке. То есть это секундное дело. В этом планере все удобно, потому что для того, чтобы выпустить шасси, мне даже не надо отпускать ручку управления. Видите, она у меня сейчас отпущена. Планер никуда не девается. Прекрасно набирает высоту. О, принцесса. Ой, принцесса вепри. Глюкеншвайна. Как хорошо набирает. Смотрите. Нет, ну по-моему, в серьезе. Покажи, Жене, руки, что ты не держишь управление. Вот, смотрите, друзья. Прекрасно летает. Но не всегда так, потому что часто на соревнованиях, например, подход к площадке, к аэродрому, идет на очень высокой скорости. И планер оттримирован не вот на эту скорость, как у нас в потоке там 110, а он оттримирован на очень высокую скорость, например, на 180. И когда пилот берет ручку на себя и перед посадкой уменьшает скорость, у ручки появляется тенденция. Смотрите, я сейчас триммер переставлю. Вот, смотрите. Триммер сейчас стоит максимально в переднем положении. И вот я лечу, лечу, лечу. И представьте, что у меня сейчас нужно... Вот я почему-то левша, управляю левой рукой. И чтобы выпустить шасси, мне нужно отпустить ручку управления. А я уже выровнял планер, я уже на заходе. Все, я вот сейчас вот должен коснуться. Я делаю так. Оп! И видите, как нос резко опустился. В боевой ситуации нормальной это привело бы к тому, что я бы нос оботкнулся в планету. Даже вот этого мельчайшего движения ручки достаточно, чтобы высота в полметра, метр два-три до земли мгновенно исчезла, и планер со всей дури стукнулся бы фюзеляжем о землю. Как человек, ломавший позвоночник на параплане, жуткий, конечно, случай по моей глупости и молодости, я могу сказать, что очень больно биться фюзеляжем моим, собственно, собой об землю. А когда ты приземляешься на планере без шасси, то ты ударяешься напрямую фактически позвоночником. И очень нехорошо это. Чтобы позвоночник, так сказать, не осыпался в трусы, нужно очень мягенько подводить планер, в данном случае без шасси, к планете и мягенько его притереть. Мне это удалось. То есть вот момент, когда я понял, что по зумеру и по высоте уже все, вот я понял, вот она, вот без шасси. Мне жалко планер, мне жалко створки. И я, конечно, боролся с собой очень сильно. От желания, думаю, еще у меня мысль даже, у меня же ручка в правой руке, левая свободна, выпущу-ка я шасси. Мысль эта мелькнула, как молния. Но сразу же, как молния, в голове всплыли истории про планеристов, которые приземлялись, забыли выпустить шасси. И руководитель полетов им говорит, шасси, шасси, а они уже вот на этой прямой, вот они на этой прямой, выпуская шасси, сделали вот эту коварную ошибку. И, по крайней мере, я двоих человек знаю, которые ломали позвоночник таким образом. Они летают сейчас, летают они в колясках, собственно, в планере с ручным управлением. И это, наверное, лучший повод научиться тем, кто еще думает приземляться, как приземляться без шасси. Если вы зашли, если у вас высоты мало, там, не знаю, все, 5 метров, вы заходите, забудьте, к чертой матери, про эти шасси, спокойно планер приземляется на брюхо. В данном случае я его просто аккуратненько, прецизионно подвел к земле, и уже вот так вот, подвывая от горя, не давал ему коснуться, максимально уменьшил его скорость, и там буквально чуть-чуть он по трапке проехался. В данном случае даже краска не поцарапалась. То есть царапины там какие-то микро есть, но краска не содрана даже до грунта. Так что, я, честно говоря, думал, хуже будет. Я успокоился. Мне очень хотелось заснять вам как раз вот этот поучительный ролик, чтобы вот эта вот дурость человечья не оставалась без... ну, не безнаказанно, а бессмысленной. То есть вот эта история живая. Я в свое время написал книжку, «Люб мечтаю летать», и в этой книжке были правдивые истории. То есть я про что-то рассказываю, а потом как такой якорь вешивается история. Доходило до того, что как-то приехал папа с сыном на поле, и сын смотрит, книжка лежит. Говорит, папа, папа, это такая же книжка, как у нас в туалете. Засмущался пилот очень сильно. Но я говорю, это нормально, значит, действительно, это значит, читают. А еще рассказывали, что многие читали сначала правдивые истории, вот эти как раз из жизни, как что-то случилось. Да и потом уже читали в основном книжку. Так вот, я всегда эти истории использовал, чтобы в память у человека зашло, что не нужно и что нельзя делать. Так вот, сейчас я вам еще раз говорю, если вы на высоте меньше 5-10 метров, то есть уже маленькая высота, все, пёс с ним в шасси. Садитесь без него, и будет вам все хорошо. Слабенький, но поточек. Можно бы, конечно, было поиграться, выпарить. Почему запрещает выпаривать ниже 300 метров? Ну, потому что нужно, опять же, заходить на посадку. Вы видите, допустим, даже опытного пилота с налетом 9 тысяч часов, вот я на посадке сегодня накосячил. Потому что мне не хватило вот этого времени для, не знаю, правильного распределения внимания и для красивого, грамотного захода. Представьте, что человек, вот новичок с налетом небольшим, там, часов 50-100, и вот он оказывается на малой высоте, ему бы вроде как бы уже на посадку, а он вот как я борется, думает, ну я же не хочу на землю, я хочу выпарить. С какой высоты разумно этим заниматься? Ну, 300 метров можно еще выпаривать. Ниже я бы уже не стал. В своей жизни однажды выпарил со 100 метров, там чуть ли не смерч был. Действительно, очень красиво я зацепился за него. Парень, который на меня на площадке ждал, он сказал, Волков, я тебя ненавижу после того, как я выпарил. Это опасно. То есть я при этом уже знал, что вот я тебе на четвертом развороте, и я сейчас пойду, значит, на финиш. В общем, в этот момент мне под крыло так поддуло, что я думаю, ну ладно, на четвертом я кружочек же могу сделать, я сделал. Это неправильно, это неверно, так не делайте. Но вопросы задают, с какой высоты выпаривали. На параплане с 30 метров, а на планере вот со 100. Ну вот нет, все-таки не получается у меня. Я просто жалко времени, потому что Женя должен летать, а не его инструктор развлекаться. Так, смотрите. Как у нас мотор выпускается? Ну вот так. Раз. Дальше пошел моторчик. Тут он виден в зеркальце, он виден в обживую. Все, и теперь я нажимаю на тумблер. Да. Ставлю обороты. Друзья, мы потеряли всю высоту и на бровях идем домой. Посмотрите, как мы низко. Мы реально очень низко приходим к аэродрому. Ручка управления у Жени, твоя ручка, да? Я ему сейчас ставлю закрылок на положение плюс 10. Оттремирую планер на 115 км в час. Вот эта вот ошибка была Макса, что он слишком не оттренировал планер и постоянно терял скорость. Правее, бери, потому что через домик пройдем. Но совсем высоты мало, действительно. То есть мы так будем заходить практически без тормозов, без использования. 115 скорость. Хорошо. И теперь перед входом в круг что мы должны сделать? Выпустить шасси. Именно. Все. Шасси есть. Я его проверил, друзья. Шасси есть. Ветер у нас на посадке будет чуть-чуть попутный. Высота у нас, конечно, совсем сгулькин хрен. Поэтому не большая коробочка будет. А сейчас Женя будет показывать сокращенную маленькую коробочку. Жень, правее, правее, правее. Вот сейчас над домиком, чтобы мы... Нам уже нужно еще вперед пройти. Убирай крен. Убирай сейчас крен. Левее немножко. Отходим так вот под 45 градусов. То есть мы отходим, чтобы у нас получился третий, все-таки и четвертый, а не какая-то размазня. Высоты, конечно, немного. Будет у тебя такой специфический заход ниже миска к четвертому. Левее немножко. Потому что ты сейчас будешь делать развороты. Ну, хорошо, у тебя будет закод разворотов на 180 градусов. Давай тогда так. Приготовились, готов? Поехали. Заглуби, тангуром, your final runway one eight. И тормоза сразу выпускай. Спокойно. Ну, попал даже на ось полосы почти. В тармане ты зашел, поймал ось. И вот здесь вот сейчас коснусь. Как же хорошо на шасси катиться. Ну, нормально, не нервничай, четко сделал разворот. Стоп-то, я же... Видите, это травка, чтобы крылышко положить. Да, не хватало нам сегодня еще в ангар впилиться до полной программы. Было бы вообще весело. Поучить ли история, друзья? Учитесь на чужих ошибках, чтобы не делать своих. До новых встреч, глубоковажаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова